Здравствуйте! В эфире программа «Акценты» с Натальей Пилипенко. Программа о явлениях, а не о событиях. Мы не просто выделим самое важное, а расскажем, почему это так важно. Расставим акценты. Сколько человек может прожить без воды, без той, что течет из крана, по всей видимости, очень недолго. Судя по волне народного возмущения, которое то и дело поднимается в интернете и направляется в сторону Белгородского водоканала. Декабрь месяц был особенно богат поводами посетовать на неудовлетворительную работу водоснабжения областного центра. Например, жители Харьковской горы Белгорода в течение суток вынуждены были купаться в малоприятной ржавой воде. ГУП «Белводоканал» требует произвести перерасчет за некачественную холодную воду, которую предоставил многоквартирный дом номер 10 по улице Королева. Кошмар, товарищи! Проживаю по адресу Костюкова 6. С шести вечера дома из крана течет непонятная жижа бурого цвета. И за все эти часы даже ничуть светлее не стало. В черный список ГУП «Белводоканал». В доме 5 на улице 60 лет Октября из крана течет холодная ржавая вода. Уже несколько часов. Примите меры. Да, от непредвиденных ЧП никто не застрахован. Но когда они происходят с завидной регулярностью, создается впечатление, что вовсе это не чрезвычайные, а вполне закономерные и системные сбои. Буквально на следующий день после неприятностей с водоснабжением Харьковской горы в другом районе Белгорода на Креде произошло обрушение дорожного полотна. Яма размером 5 на 3 метра образовалась прямо по центру дороги. Обвал стал следствием разрушения верхней части самотечного канализационного коллектора. В честь сотрудников «Белводоканала» аварийно-восстановительные работы продолжались в течение дня и были полностью завершены к ночи. Работать им пришлось в непростых условиях. Но вот что важно. По большому счету, эта авария не стала большой неожиданностью. Аварийно-опасные участки прекрасно известны специалистам водоканала. Все очень просто. Достаточно сказать, что, например, тот самый разрушившийся коллектор под Михайловским шоссе был введен в эксплуатацию в 1981 году. Ему больше 30 лет. Нормативный срок службы уже истек. И авария на нем была, опять же, не чрезвычайным происшествием, а закономерностью. А самоотверженные аварийно-восстановительные работы, к сожалению, просто временное латание дыр, которые рано или поздно появятся вновь. Почему так происходит? Откуда вообще в наших кранах берется вода? И куда ведут канализационные трубы? Акценты занялись промышленным туризмом, побывали на самых важных объектах водоснабжения и водоотведения. И заодно оценили их состояние и перспективы. Наш водопровод начинается здесь, на водозаборах, которые поднимают воду из пластов земли на ее поверхность. Каждый водозабор состоит из нескольких таких скважин. Всего в белгородской агломерации их около трех сотен. При этом скважина скважин не рознь. Например, современное насосное оборудование и большей производительностью обладает, и меньше энергоресурсов расходует. Но пока похвастать таковым может лишь один единственный водозабор белого водоканала. На этом водозаборе полностью автоматически автоматизированы все скважины. Поставлены насосы итальянские энергосберегающие. То есть при той же производительности подъема меньше потребляемость электроэнергии. Насосы по электросбережению поставлены пока только лишь на четвертом водозаборе. Но мы ведем работу уже и закупаем. К Новому году нам придет партия в количестве 67 насосов. Мы их будем устанавливать на третьем водозаборе, пятом водозаборе, разуменском водозаборе. Ну, то есть потихонечку идет автоматизация и установка энергосберегающих насосов на всех остальных. Потому что объемы большие и в одночасье эту проблему как бы не решить. Средняя стоимость одного комплекта оборудования варьируется от 150 тысяч и выше. Но, тем не менее, пусть и не в экономичном режиме, водозаборы работают и с объемами справляются. В сутки более 120 тысяч кубометров воды поднимают они для обеспечения города Белгорода. Добытая влага направляется на очистку при необходимости на обезжелезивание и обязательно на хлорирование. Последнее звучит страшнее, чем есть на самом деле. Речь не идет о добавлении в воду хлорки в нашем привычном понимании. Дозы на самом деле минимальные и для людей совершенно безопасные. Но это пока единственный существующий в мире способ дезинфекции воды. В итоге после всех очисток вода становится пригодной не только для мытья посуды, но и для питья. Соответствие ее всем санитарным нормам тщательно контролируется в этой лаборатории. Вода оценивается здесь по 64 показателям. Пробы берутся как до очистки, так и после. Сами лаборанты признаются, что никогда не покупают бутилированную воду. Пьют из-под крана, потому что прекрасно знают ее состав. И он ничем не уступает той, что продается в магазинах. Обязательный анализ. Это бактериологический. Ежедневно мы отбираем все насосные станции города Белгорода и проводим этот анализ. Ежедневно мы отбираем насосные станции и по органолептическим показателям делаем анализ. Сейчас железо обязательно определяем в питьевой воде, которая уходит потребителям в сеть. Контроль качества питьевой воды определяется санитарными правилами. И та вода, которую мы подаем потребителю, соответствует санитарным требованиям абсолютно по всем показателям. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь, пейте воду из-под крана. Она проверяется очень тщательно и ежедневно. Ну а это насосная станция, которая перекачивает очищенную воду в резервуар, откуда она по водопроводным сетям и поступает к конечному потребителю. Собственно, здесь и начинаются основные проблемы Белого Доканала. Согласитесь, на первый взгляд все чисто, опрятно, покрашено. Но на самом деле оборудование это давно уже устарело и морально, и физически. И поддерживается в рабочем состоянии только невероятными усилиями работников водоканала. Им каждый раз удается реанимировать то, что уже давно должно было умереть окончательно. Насосная станция была построена и введена в строй в 1984 году. То есть, соответственно, уже устарели водоводы, которые непосредственно идут по территории здесь насосной станции. В самой насосной станции трубопроводы усталость металла. И, к примеру, эксплуатация любого трубопровода рассчитана максимум на 25 лет. То есть, если мы посчитаем, с 1984 года они уже выработали полностью свой моторесурс и необходимо. Также при развитии города потребности потребителей растут. Необходимо устанавливать более мощные насосы и более, скажем так, энергоемкие. Чтобы насосы и все это оборудование осталось, но уже выработали тоже свой срок эксплуатации, по большому счету. Но, тем не менее, поддерживаем, стараемся держать все в рабочем состоянии, в порядке, чтобы город не оставить без воды. Та же ситуация с водопроводными сетями, построенными также в 80-х годах. Их общая протяженность в Белгородской агломерации порядка полутора тысяч километров. Но поддерживать их в нормальном состоянии куда сложнее. Ведь трубы под землей. И, как правило, ремонт их проводится уже после того, как где-нибудь что-нибудь прорвет. Надо пожелать, конечно, лучшего. Участки мы меняем. Но надо строить другой водовод. Везде надо, на наших всех водозаворах, по водоводам. Нужна замена водовода. Все свое практически отслужили. Но сейчас стараемся подать. Обследуем, смотрим, объезжаем. Нигде порыва сейчас не было. Следим для того, чтобы ни одна капля воды не пушла на поверхность. Собственно, такими нелегкими путями вода попадает в наши краны. Мы пользуемся ею на свое усмотрение. Как правило, ни экономя ни капли. И сливаем в канализацию. И это тоже забота водоканала номер два – водоотведение. И здесь проблем еще больше. Вот главная насосная станция Белгорода, куда поступают стоки с большей части города. Сегодня она практически в аварийном состоянии. Построена станция в 1977 году. И с тех пор ни разу здесь не проводился капитальный ремонт и не производилась замена оборудования. Так удручающе выглядят приемные отделения станции. Любая техника имеет свои пределы для эксплуатации. А так как станция, мы уже говорили, уже практически выработала свой слог, поэтому необходима и замена, и насосное оборудование, и коллекторов, и требует реконструкции самого здания, реконструкции требует и приемное отделение, потому что коррозийные процессы уже происходят на оборудовании, и оно выходит из строя. А уж запах, который здесь царит, ни словами, ни видеокартинкой не передать. А теперь представьте себе, кто согласится здесь работать, да еще и за ту зарплату, которую может предложить водоканал. А потому кадровая проблема стоит перед предприятием не менее остро, чем финансовая. Но вернемся к нашей канализации. Насосная станция направляет стоки на очистные сооружения. Где они находятся, особенно хорошо известно жителям Крейды, Разумного и района Сосновки Белгорода. Ведь каждое лето в жару они вынуждены страдать от близости этого стратегически важного, но ужасно дурно пахнущего объекта. Этот животрепещущий вопрос был взят под контроль правительства области. Способы реконструкции и внедрения новых технологий велись долго, но безрезультатно. Пора признать, белгородские очистные сооружения, построенные в 70-х годах, свое отжили. И должны стоять первыми в списке объектов новой инвестиционной программы модернизации. Очистные сооружения города Белгорода эксплуатируются уже достаточно продолжительное время. Поскольку стоки представляют собой агрессивную среду, в ней находится значительная часть промышленных стоков, которые крайне агрессивны к металлу и крайне агрессивны к железобетонным конструкциям. Поскольку эксплуатируется уже достаточно количество времени, на данный момент наблюдается значительный коррозионный износ строительных конструкций резервуаров, то есть коррозия бетона, и практически у нас стопроцентный коррозионный износ всего механического оборудования, которое эксплуатируется на очистных сооружениях. Технически привезти данные очистные сооружения, чтобы они полностью удовлетворяли требованиям, которые сейчас предъявляются к качеству очистки. И с учетом того, что вокруг очистных сооружений у нас разрастаются населенные пункты, с учетом того, что очистные сооружения представляют собой сложные инженерные сооружения, я думаю, что на данный момент, и с учетом тех технологий, которые сейчас предлагаются, эффективнее будет, экономически целесообразнее будет построить новое очистное сооружение. Подведем итог нашей промышленной экскурсии. Любое оборудование имеет ограниченный срок службы. И если в течение многих лет не вкладывать в его модернизацию должных средств, а попросту латать дыры в аварийном режиме, это приведет к тому, что все мы теперь наблюдаем. Сети водоснабжения и водоотведения, которые в большинстве своем, ремонтировать уже бессмысленно. Только менять полностью. А это колоссальные средства, которых в бюджете, естественно, просто нет. Однако у Белгородского водоканала и его абонентов, то есть у нас с вами, все же есть надежда на более радужное будущее. Весной этого года имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия Горводоканал был передан в ведение области. С тех пор оно именуется государственным. Но изменения коснулись не только названия. Правительство области, понимая, что бюджетными силами в столь запущенной ситуации не справится, приняло решение передать водоканал в концессионное управление реальному сектору экономики. Крупнейший холдинг региона «Агробелогорье» решился взять это непростое предприятие под свое управленческое крыло. На сегодняшний день уже произошли серьезные кадровые перестановки. Государственное унитарное предприятие возглавили менеджеры группы компаний «Агробелогорье». Исполнительным директором Белводоканала стала Наталья Королькова, руководитель одного из крупнейших мясоперерабатывающих производств Белгородской области. Она будет совмещать работу в новой должности со своей основной деятельностью в холдинге. А непосредственным управленцем предприятия, генеральным директором Белводоканала, назначен Сергей Тараканов, ранее работавший менеджером проектов мясоперерабатывающего завода. На сегодняшний день перед новой командой стоит задача выстроить систему эффективного менеджмента, которая позволит вывести работу водоканала на качественно новый уровень. Новая команда работает над инвестиционной программой, чтобы понимать, какие объекты должны туда войти, что мы будем в первую очередь реконструировать, что во вторую, какой бюджет должен быть этих инвестиций. Например, есть понимание, что это очистные сооружения должны быть новые, совсем другого типа. Есть понимание, что это главная насосная станция, которая сейчас в аварийном состоянии планируется сделать тоже совсем в другом виде, на европейский лад с энергосберегающими технологиями. Когда все эти расчеты будут проведены, и у нас появится представление о стоимости, об объектах, мы эту информацию предоставим. Новый управленческий актив, новая инвестиционная программа. Возможно, все это поможет решить старые проблемы. Конечно, не в одночасье то, что рушилось годами, за один день не восстановить. А главное, не забывать, что все мы являемся важнейшей составляющей этой масштабной программы модернизации предприятия, от которого зависит качество нашей жизни. То есть, чтобы получать качественные услуги, за них надо как минимум своевременно платить. И долги от населения однозначно не способствуют преобразованию Белого Доканала, а только мешают. На этом прощаюсь. Новые акценты через неделю расставим их в правильном порядке. В эфире и на сайте мирбелогория.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин